15 ноября 2022 года указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным Каспийск был удостоен звания «Город трудовой доблести». 15 декабря состоялось эпохальное событие для муниципалитета – это открытие Стеллы в честь присвоения почетного звания. Отметим, что Стелла – это дань благодарности всем труженикам тыла, которые в одном строю с героями фронта приближали победу в годы Великой Отечественной войны. Местом установки Стеллы был определен бульвар имени Абдулаева, расположенный в центральной части города. Открыл торжественное мероприятие глава Дагестана Сергей Меликов. Наш Каспийск участвовал во многих судьбоносных для страны событиях. Выдержал тяжелейшие испытания. С июня 1941 года поселок Двигательстрой перешел на режим военного времени. За годы войны сюда были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений, научных институтов. Весь Дагестан работал на нужды фронта. Кроме того, глава отметил, что каспийские героически сражались с врагом на фронте. Порядка 800 жителей были отмечены боевыми и трудовыми наградами. Двум землякам, которым только исполнилось 19 лет, Александру Назарову и Магомедзагиру Абдулманапову, посмертно были присвоены звания Героев СССР. Присоединился к речи руководителя региона глава города Каспийска Борис Гонцов. Приветствую вас на торжественном открытии стелы «Город трудовой добрости». В истории нашей страны в памяти народу навсегда останется подвиг поколения победителей. Тех, кто мужественно сражался на фронте и кто держал бессменную вахту на заводах, фабриках, шахтах, госпиталях, приближая долгожданную победу. Началась концертная программа с выступления воспитанников государственного бюджетного учреждения Дагестанский государственный Кумыгский музыкальный драматический театр имени Олимпаши Салаватова. Они продемонстрировали для гостей мероприятие художественно-хореографическую композицию «Каспийск. Город трудовой доблести», где в своей творческой постановке показали всю историю города в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, отметили значимость данного мероприятия для города представители образовательных и дошкольных учреждений города и других госструктур Каспийска. Здесь еще один уголок для наших каспийчан будет для того, чтобы прийти, смотреть, отдыхать, радоваться. Я горжусь нашими каспийчанами. Большое спасибо всем и особенно нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который все-таки мимо не пропустил, обратил внимание на наш город доблести, город Каспийск. Спасибо всем. Здесь хочется от всех каспийчан выразить огромные слова благодарности нашему президенту, главе республики, администрации города Каспийска, нашему мэру за то, что история нашего города, о том, какой он внес вклад в дело Великой Победы, оценена сегодня. И сегодня я вижу улыбки на лицах горожан, улыбки на лицах ветеранов. И отрадно сегодня здесь видеть еще и наших замечательных детей. Мы сегодня чествуем открытие стелы, посвященной трудовой доблести наших земляков. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который отметил вклад каспийского народа в трудовую доблесть во время Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия особое внимание было уделено ветеранам-работникам городского завода «Дагдизель», которые отдали годы для развития нашего города и внесли весомый вклад в победу. В этом заводе я работал ровно 60 лет. 60 лет. Вот, недавно мне похвалили, дали благодарность от заводской администрации и так далее. Потому что здесь люди, и наши отцы работали, и наши сестры работали здесь в заводе. Прекрасный завод. Вскоре гости мероприятия отправились к стеле для того, чтобы возложить цветы в память о подвиге каспийчан, павших в годы Великой Отечественной войны. Стоит подчеркнуть, что в ходе церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов совместно с главой Каспийска Борисом Гонцовым наградили почетными грамотами ветеранов города за многолетний и добросовестный труд в связи с присвоением Каспийску звания «Город трудовой доблести». Член общественного экспертного совета по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации Александр Голков рассказал, почему именно Каспийск был удостоен данного звания. Городами трудовой доблести становятся те города в годы войны, жители которых проявили массовый героизм, предприятия, которые награждались переходящими красными знаменами. И Каспийск как раз соответствует всем этим требованиям. Это очень важно для молодого поколения, это очень важно для ветеранов, потому что у всех будут помнить о них и трепетно относиться к их подвигу. Напомним, что на протяжении всего процесса возведения стелла администрация Каспийска и собрание депутатов города во главе с председателем Абдуллахидом Джаватовым регулярно проводили проверки и вносили корректировки. Документы собирали всем депутатским корпусом, наши депутаты, городским собранием. Администрация города довольно-таки долгая. Прошли все этапы, которые они должны были пройти. И, наконец-то, в прошлом году, наш признание страны, Владимир Путин, присылал звание «Город трудовой доблести» нашему городу Каспийску. Это почетное звание, которое мы будем вносить гордо и долго. Это в знак признания того труда, который вложили наши каспийчане в дело победы. Открытие стеллы долгое время являлось для каспийчан долгожданным событием. Жители с нетерпением ожидали обновления бульвара для семейных и дружеских прогулок. Это еще один плюс в копилочку нам, потому что наш город с каждым днем все больше и больше преображается, привлекает туристов. Я знаю, что многие, даже махачкалинцы, любят этот город для того, чтобы просто погулять, провести время с семьей. Многие переезжают сюда жить. А также каспийчане отмечают значительные изменения в муниципалитете за такой короткий срок, а именно улучшение комфортной городской среды, реконструкции дворовых и общественных территорий и многое другое. У нас улучшена комфортная городская среда, дворовые территории. Могу сказать за свою дворовую территорию, которая выиграла недавно в конкурсе. И с каждым годом приятнее и приятнее жить в нашем городе. Я, как коренная жительница города Каспийска, я очень люблю свой город. Я не могу не отметить положительные изменения, которые происходят, которые не могут не радовать. Даже такие детали, как улучшение комфортности, среды для инвалидов, это все заметно. Появились пандусы, появились пляжи для инвалидов, появились специальные беседки на том же пляже. То, что я вижу каждый день, мы возле моря живем. Стоит подчеркнуть, что посетили мероприятие представители администрации города, заведующие и директора образовательных учреждений. А также гостем мероприятия стал почетный гражданин Каспийска генерал-майор Герман Кириленко и многие другие. Завершилось мероприятие фуршетом от организаторов мероприятия.